Я думаю, что основная привилегия, которую я переживаю, которая меня смущает, собственно, с детства, это способность свободно мыслить. И это, в общем, лучше, конечно, скрывать, потому что иногда можешь сказать что-нибудь такое, что оказывается за рамками. Поэтому я думаю, что, конечно, привилегии определенные есть. И они для меня связаны с понятием естественной иерархии. Ну, то есть просто по этой иерархии, в общем, как бы это сказать, потому что у меня есть емкое выражение, но оно нецензурное на эту тему. Ну, вот, поэтому я сейчас его попробую как-то цензурировать. Ну, в общем, короче, как ни стараться там в отношении отца и мамы, но все равно ни мамой, ни папой себе не станешь. То есть все равно есть естественная иерархия. И если я здесь нахожусь, если я вот сейчас этим занимаюсь, то, конечно, за этим находятся многие люди, у которых я учился. Вот, за этим находятся и мои родители, без которых бы этого ничего не было. То есть есть вот эта естественная иерархия. И очень важно ее помнить. Потому что, вообще говоря, вот этот самый инцестуальный запрет и вся эта тема – это человеческая тема. У животных этого нет запрета. Вот. И в этом смысле это очень важная вещь принимать вот эту естественную иерархию. То есть кто у кого учился, кто чего. Вот. И в этом смысле это про даже, наверное, да, действительно как-то то, что можно описать как власть или привилегии. Ну, например, что вот родители могут говорить, когда ребенку спать ложится, а ребенок не может им. Вот такие у них есть привилегии, такая власть. Ну, вот есть естественная такая власть, а есть какая-то, которая, ну, может быть, получена каким-то искусственным способом. Но она не настоящая. И как бы учитывать ее важно. Но уважение она не вызывает. Ну, пожалуй, она помогла мне осуществить, в общем, важнейшую, что ли, установку индивидуалистического анархизма. То есть отойти от всех государственных, как можно дальше, от всех государственных систем. Вот. Ну, потому что, ну, потому что они не нужны. То есть, в общем, ну, понятно, что государства пытаются занимать все больше и больше места в жизни людей. Это общая тенденция. На самом деле они не нужны. И по большому счету, конечно, в перспективе они должны отмереть. Вот. Ну, сейчас просто, конечно, еще не время. Они всячески доказывают. Вот границы то откроют, то закроют. Вот там, значит, друг с другом какие-то резкие переговоры, согласия, блоки какие-то, еще что-то. Вот то ввести какой-то код, то запретить какой-то код. В общем, всячески доказывают, что они нужны. А они уже не настолько нужны. Потому что, если бы они действительно были нужны, им бы не надо было это доказывать. Ой, я, наверное, стала неудобной, естественно, всем. Ну, где же вы видели удобную? Я неудобная. Я люблю, чтобы уважали мои границы, мои интересы. Ну, уважали то, чем я увлечена. Но, правда, я с таким же уважением отношусь к границам, интересам и делам своих детей, своего внука, своего мужа. А вот он имеет право реализовать себя. Мои дети имеют право реализовать себя. Вот это, я думаю, что самое главное, что мы не перекрашиваем друг друга в один цвет. Вот, что мир хорош, когда он красочный. Я не требую от него соответствия, и он не требует от меня соответствия. И это самое главное. С этим тяжело. С этим тяжело. Нет слияния, нет единомыслия, есть диалоги, есть противоречия, несогласия. Ну, мы, например, очень разные физиологические. Вот, мне всегда холодно, ему всегда тепло, уже жарко. Он ходит в горы, а я лежу. Вот, мы попытались совместиться, и у нас ничего не получилось, мы не можем отдыхать вместе. Но он отдыхает в горах с рюкзаками, там, на лодках, на Кольском полуострове, в воде. А мне нужно тепло и солнце. А у него там нечего делать. Вот, нечего. И вот уважение к разнице в физиологии, к вовлечениях, разные книжки, разные фильмы. И вот кажется, вот, ну, а судьба вместе. Вот, хорошо это или плохо, я не знаю. Это факт. Я в последние годы как-то стал все больше задумываться о каких-то простых-простых основаниях, которые, ну, помогают описать и жизнь, и терапию. И что-то мне вот пришло в голову, что, ну, например, что составляет, ну, каковы составляющие хороших терапевтических действий, хорошего терапевтического поведения. Мне пришло в голову три позиции, а позже понял, что их четыре. А вот буквально недавно я вот очень ясно понял, что это не только про терапию, а и про жизнь. И мне как-то нравится то, что это совпадает. И кажется, это имеет отношение к ценностям. Ну, знаешь, у меня это в голове формулируется так, как прямота. Вот, то есть такая подлинность. Простота. Простота, вот, ну, не примитивизм, а именно простота. Тоже готов об этом очень много говорить. Для меня это важный конструкт. Вот. Уважение. Уважение. Тоже про это много готов говорить, потому что в нашем психологическом мире совершенно затаскали слово принятие. А для меня более таким качественным термином про это является уважение. Не просто принятие такое, знаешь, смиренное, а уважение как, ну, уважение реальности. Уважение того, что природа вещей такова, природа там человека такова, природа другого человека такова, да. Это, ну, когда, когда есть, правда, и возможность, и навык, и способность иметь дело с реальным положением тела, с правдой. Угу. Вот. Ну, и вот, а позже я понял, что все это совершенно не имеет никакого большого смысла, если нет четвертого конструкта – доброта. Угу. Тоже слово, которое выпало, ты знаешь, доброта совершенно не в пафосном каком-то смысле, ну, а, не знаю, там, ну, какая-то добрая расположенность какая-то, благорасположенность к человеку, к миру, к жизни, к смерти. Вот. Ну, не знаю, все-таки Паскаль, по-моему, был прав, что вот без доброты все остальные доблести и компетенции не имеют смысла. Угу. Ну, поэтому как-то не знаю. Доброе отношение. Ничего не имеющее общего с жертвенностью, со всепрощением, да, просто. Вот. Угу. Я думаю, да, про доброту, как вот почему-то про отсутствие плохих намерений. Нет? Ну, это если по отношению к людям. Для меня, скорее, знаешь, связано с тем, что, ну, ну, какое-то понимание того, что, в общем, поскольку человек хрупок и конечен, то, в общем, вот все эти большие изыски по поводу совершенства, достижений, это все настолько вторично. Вот. Ну, скорее, про это. Ну, не знаю. Что еще про ценности говорить? Ну, знаешь, в свое время для меня, что меня покорило в свое время вот в гештальт-подходе, то, что прямо склеилось, совпало с какими-то вещами, которые я не очень вербализовал для себя, но не проговаривал, но они как будто бы подспудно все время имели колоссальное значение. И вот это тоже про ценности. Ну, вот эти наши знаменитые три основания, там, гештальтистские. Осознанность, авторство. Мне больше нравится, чем термин ответственность. Нравится авторство, да. Когда, правда, чувствуешь, что автор ты. Ну, ты причастен к тому, что происходит, ты это делаешь. Осознанность вообще великая штука, потому что терпеть не могу, когда, в общем, люди оказываются каким-то инструментом, какой-то игрушкой, ну, как других людей. А вот осознанность – это важная история. Авторство и, действительно, ну, способность присутствовать в настоящем. Вот прямо быть здесь какая-то настолько важная история. Для меня это связано с витальностью. Знаешь, что я, если вот чувствуешь, что ты живой, то ты чувствуешь прям целиком и жизнь, и себя. Ну, поэтому для меня это очень большие ценности. Субтитры создавал DimaTorzok